МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СОЮЗЫ ВЕТЕРАНОВ ВАЙНЫ У АФГАНИСТАНЕ – 25. Пурачистості прайшлі сёння у Гомілі. Золотая літера отправилася у Рэджицу. Районная газета стала адным з пераможців конкурсу друкованных сімі. А зараз абгэты меншым больш падрабязна. У Гомілі выкананы усі основные пакашчики работы господарчага комплекса за перший квартал года. Выники подвялись сёння на пасядженні гарвы Канкама. Экспорт послуг без уліку організації республіканського падпаратковання каля 13 мільйонів доларів альбо 117 процентів при заданні 103,3. Рентабільнасть продажу по городі амаля 11 процентів. Темп росту выручки от реалізації продукції на 2 процентів перевысив прогнозний пакашчик. Номінальна середнемесячна заработна оплата склала криху більш як 840 рублів. Колькасть праць у латкованых більш як тисяча чоловік, що амалю двоя виша і запланованаха. У експлуатации уведено каля 70 тисяч квадратних метров жилья. Добро спрацовали і у сфері хандлю. Тенденція оживлення потребительського ринка, которая наметилась во второму полугоді 2017 року, продовжилась і в першому кварталі настоящого року, 2018 року. Так, при рості реальной зарплаты в размері 114,1 проценті індекс цен на продовольственні товари составил 103,52 процента, що позволило городу выполніть задання по товарообороту. Даречі, хамельчану ближайший час порадують відкритцем нових об'єктів. Сустракать покупников рихтуються шесь бойних магазинов. Протягнуться і гастрофестивалі. Ближайші запланованы на 9 мая. С добрачынной акцією, присвячанной 32-й годовіні аварії на Чарнобільській АЭС, Вєтківський район наведали актівісты Гомельського об'єднання профсоюзів. Протставніки громадської організації ознайоміліся з соціально-економічним розвіттям района і уручили подарунки соціальним установам. С подробязностями наш корреспондент Ганна Каральчук. Вєтківський район – один з найбільш потерпелых у выніку трагедії на Чарнобільській АЭС. До 1986 года йон налічував 139 населенных пунктів, а пасля аварії 57 были признаны непридатными для далейшого проживання. Гэта наводбольщим у районах, які географічна знаходяться ближай до місця катастрофы. З господарчих обороту выведена каля третій земель. Район пакінула більш як палова жахаров. Про столькі годів люди не забыли минуле, але з упевненностю глядзять у будучыню і працюють над адрадженням і розвитцем потерпелих територій. Уданіну пам'яті трагічним падзеям Делегація обласного об'єднання профсоюзів наведала помник відселенним вєзком Ветковського району і усклала к Ветке. Гоменско-обласне об'єднання на протяжі долгих років посіщає те райони, які пострадали від катастрофи на Чернобыльській АЭС. В основу вложиться принципу, що підтримки цих предприємствів, знаходящихся на цій території, сторони профсоюзів. Ветка, конечно, преобразилась і дуже сильно. Це прекрасний город. Історично-культурний центр, один із культурних центров нашої області, а то ж районі щас дуже благоустроєнний і красивий город. І саправді кожна з тих, хто тут живе і працює зараз, верить, гэта земля самая лєпшая і у яє єсть будучыня. Район живе і развівається, створаються умови для праці і відпочинку, іде модернізація витворчасті, будуються жилье, з'являються нові об'єкты соціальної інфраструктуры. Свой доброчинний уклад вирішили у несті і апкаму профсоюзів в області. Вауро-чистые обстановцы уручили подарунки 16-ці організаціям і установам Ветковського района. Бытовая і оргтехніка, ноутбуки, спецадзенні і посуд. Усю тое, што прасіли самі работніки і што рекомендавалі місцовые улады. А крім'я таго, треїх місцовых активістів узнагародзіли гэнаровыми храматами об'єднання профсоюзів. Директор сельгазпродприємства Анатоль Зубаров А трамав я є зараз відсоціального партнерства і створення добрих умов праці. Зараз у яго господарці працює амаль паўтары сотні чоловек. В районі було 24 хазяйства. Після катастрофы сократилось на 15 хазяйств. Хазяйство в 97-м году колхоз Радова я принімав 15-м. 15-е місце. На сьогоднішній день ми входім в першу пічорку. Сделали реконструкцію домом механізатора. Сделали реконструкцію комнаты прийома пищи. Також і на животноводчинських фермах создані бытові услові. Душеві, комнаты прийома пищи, комнаты отдыха. Т.е. ми йдем в ногу со временем. Саправднае свята для Гомельського обласного об'єднання Просоюзу зрабілі вихованці Хальчанського дитячого садка. Гэта дошкольна установа у подарунок отримала пральну машину, водонагравальніки і пыласос, які допомогаць работнікам створыць комфортны умовы для виховання 40 дятей. Вядома, трагедія 1986-го года змініла життёжі хоров Вєтковського района. Аднак яны даўно научыліся з гэтым жыць. І дзякоючі патрымцы клапотяться про будучыню. Ухудкім часі, пасля реконструкції, тут откроються някалькі значних об'єктов. Была построена птицефабрика в аэргородке Новосёлки. В прошлом году проведены работы по благородству городского стадиона. Вот сегодня заканчивается, в это настоящее время заканчивается строительство нового об'єкта для Вєтки. Очень значимо – это бассейна. Продолжаються работы по ремонту гімназії города Вєтки. В ближайшее время начнутся работы по реконструкції старого корпуса Радожской школы. Ну и будет благоустроена территория Радожского детского сада. Гана Коральчук, Валерий Хапанько, телерадиокампания «Гомель» з Вєтковського району. Пачынаецца самый приемный и долго чаканный час. Пара в отпуска. У Пакуль, будучыя туристы, купляюць летню вопротку і разважаюць, куды отправіцца на отпочынок, спеціалісты імкнуться разнастаець поветраныя і наземныя маршруты. Сьогодні на брифінгу гомельскім аблуканкамі на пытанні журналістав адказувалі кераўнікі прадприємства, у якія маюць дачынення до транспортных піравозак. А крымя звычных накерункаў, па яких што году летку адправляюцца жыхары Гомельщаны, сё лето з'явіцца новая. Гэта тычыцца як наземныха транспарту, так і поветранаха. Напрыклад, цягнікі паедуць з Гомеля до Одессы і Херсона, з Речыцы до Коблева, з Добруша до Затоки. Цягнікі па нікатурых маршрутах будуть хадіць частей. Так празгомель цягнік Мінск-Адесса будзе курсіраваць першага чэрвеня што дзень. А крымя прамых цягнікоў з'явіцца і безперасадачныя вагоны. Уся інформація ёсць на сайці беларускай чыгункі. А крымя таго пачаў работу контакт-центр, адзіны номар 105. Што тычыцца аутотранспартных піравозак, то і тут адбыліся змены. С канца мая адкрыюцца маршруты Гомель-Адэса і Мазыр-Белгарад-Днястровскі. З 10-га чэрвеня з Гомеля можна будзе ездіць ў Адэсу. Дарэчы сё літа для міжнародных піравозак плануець набыць 15 комфартабельных аутобусаў і мікроаутобусаў. Прыемные сюрпрызы чакаюць яматорав паветраных падарожжаў. Новый рейс. С 25 мая открывается рейс на Анталию с периодичностью в 10 дней. Будут выполняться рейсы с первой декады июня месяца. Рейсы в Черногорию, Тиват и Бургос, Болгария. Также будет продолжаться выполнение рейсов в Египет. Сейчас это Шарм-Лешейх. Планируется выполнение этого рейса до октября месяца. Кроме того, с июня месяца, с первой декады, с первого числа, скажем так, начнут выполняться два регулярных рейса. Традиционный рейс «Калининградский» Белавия будет выполнять по первым-четвертым дням. И рейс на Москву Домодедова авиакомпания «Сибирь» 3-5-7-е дни недели. Завтра старшыня областного совета депутата у Катярыны Зянкевич откажаны пыть тэнні же хароу региона. Яна будзе дзяжурыць на прамой телефонной ліній мясцовых органов Улады. Нумар телефона – 33-12-37. Так само на совість выйдзе старшыня Гомельского гарсавета Миколай Ковалевич. Телефон – 75-19-84. Прамыя ліній будзе праціваць з 9 до 12 годин. Абласна організація Беларускага Саюза вітерану вайны ў Афганістані – 25. У рачыстості з нагоды знака вайдаты прайшлі сёння у Гомелі. Чверть стагодзе вітеранська організація аб'ядновувае людзей, які ані пачутках ведаюць абжахах вайны. Людзей, які выконвалі воінскі абавязок, не шкадуючы ўласна жыцця. На афганскай зямлі воевалі амаль 30 тысіч беларусав, 5 тысіч – у раджэнцы Гомельскай в області. Не вярнулися дадому 124 наші зямлякі. Прас 30 годзі пасля байвых дзіння ў Афганістані піражыты стрэс даєб сабі ведаць праблемамі са здароўям. І задача абласной організацій – патрымлюваць сваіх вітеранав. За 25 годы удалося вырошыць шмат соціяльніх, жылёвых і медыцынскіх пайтанняў. Віалізная работа проведзена і па захаванні пам'яці. На таріторіі регіона побудаваны 18 абеліскав і помнікав, а так само абласны меморіял. Сумісна стэля радуя компанія і Гомель створаны два вида фільмы. По мере поступлений вопросов організація старається совмецтно с органами власі, совмецтно с руководителем предприятия і організація. Я вам скажу чесно, сьогодні в такій каласаправданній студені я хочу выразить огромну благодарність нашим руководителям предприятия. Они, ну, по возможності, нікогда нам не отказывають. Завершилися урочистості калі обласного помніка воїнам-интернаціоналістам. Промовы активіста у ветранськаго руху у складанні вянкоў хвіліна маўчання. Даніна павагі тым, хто загінуў, але назавжды застався ў пам'яті. Сьогодні у Гомелі прайшоў обласны дзень прызывніка. Рачыстае мероприємства правялі на тэриторіі вайсковай часті 63-604. На тематычну сустречу запрасіли 150 прызывнікоў з розных кутков регіона, якім сё лето треба будзе прысягнуць на вернасть радімі і несті службу ва узброўных сілах. Сьогодні дзельнікаў сустречы таксама кадэты і школьнікі, які пажадалі больш даведацца аб армейскім житці і традиціях. Падшас мероприємства брыгада сіл спеціальніх апірацій прадемонстравала присутным віддовішну праграму з адпрацовка і прайомаў рукапашнах аббою. Пасля гэтага запрошаные змаглі паспробуваць сапраудную салдацкую кашу, азнаёміцца з бытам і вучэбно-выхававчым працэсам вайсковцев, а глядзець узоры стралковай зброї і ваеннай технікі. Дня призывніка – выхавання патриотизму і повишэнні прэстижу воўнскай службы. Военно-патриотическое васпітання, оно проводится у нас пастоянно, даже по опыту, учащийся середніх школ, пасматрян на это всё вживую, пасупувато оружие, пасматрян будь военнослужащик, хатя поступить в военну академію, обращаються в военний комісариат, соответствующим образом оформляем документы для пасступлення їх. Рэчэцкая газета «Дняпровец» промагла ў 14-м національним конкурсі друкаваных сродкаў масыва інформаціў «Золотая літера». Выданні адзначана ў номінаціі «Лепшэ матырялы культурной тематыкі». Газета спаборнічала з районными, грацкэми, карпаратыўными і шматтыражными друкаваными сьмі ўсёй краіны. Пераможццаў «Золотой літеры» узнагароджвали на пярыда дніў Мінску. Ішлі па вайне дзяўчаты. Кнігу вядомага беларускага ваеннага гісторыка і публіциста Барыса Далхатовіча празентавалі ў Гомельской центральныя грацкой бібліотецыі Мя Герцена. Кніга была выдадзіна два гады таму. За гэты час ёю паспелі пазнаёміць дзяцей і дарослых ў розных гарадах Беларусі. На сустрэчу запрасіли школьнікаў, а таксама ветераннаў вайны і працтаўнікоў грамадскіх аб'яднанніў. Раней лічылася, што вайна – справа толькі мушчынская. Мяновіта абможных ваенных подзвіхах савецкага народа низлічонная колькасть раманова, повістяў апавяданніў. Але ў 21-м стагодзі сталі больша актыўна з'являцца творы, ў яких распавядаецца, як наравне з мушчынамі крок за крокам да перамогі шлі жанчыны. Мяцёстры, сувязісткі, лётчыцы, танкісткі, зенітчыцы. Мяновіта жанчынам, які прайшлі дарогамі Велікайчынной вайны, пресвечена книга полковника узброўніх сілу отстаўцы Барыса Далхатовича. 80 тисяч жанчын, офіцер, имели офіцерскіе звання. Они служили в праздослушной обороне, в авіацій, три авіаційных полка женских, дальше, значит, снайперами, медицинскими работниками. Исполняли, будем говорить, свои обязанности наравне с мужчинами. И вот здесь, в этой книге, отражена роль женщин. Сам автор книги Борис Дмитриевич Далхатович. Тварення, народженая любовью. Музично-драматичная хастінная с такой назвой разместилась у Гомельским городским центра культури. Перед нашими за веки. Тут отбылась и презентація одного з двух творчых проектов, які по Чарзе уже маль 20 годзі представляя обласны лицей. На сцене не толькі ягона вучэнцы и выпускнікі, але и запрошаные музыканты. Эклекты кастылі у эпох мастацких напрамка ународжая сапраудную театральну атмосферу. Сучасная композиція у виконанні таліновітых лицеісток с чаронными галасами. Гісторычный экскурс по сторонках гісторы сусветных мастацтваў, з необходными атрыбутами часу, костюмами, интерьером. І ўсё гэта пераплетаюцца з романтичными вобразами, які проецыруюцца на великий экран. Што главное в этом проекте? Познакомить дітей с культурой прошлых лет, с настоящей, с сегодняшней культурой. Потому што науки нас делаюць специалистам, а искусство нас делаюць человекам. І, наверно, прежде всего, може, в такой обстановке, як сейгодня, сзделать їх чувственными, трогательными, што б можна було кому-то обратиться за помощью, што б была взаимопомощь, што б они понимали, што великие люди, і мы – это одно целое в этом мире. Усягу на сцене было представлено маль сорок нумаров. У їх удзельничали коляся медесіці лицеістаў. На перэда дні прым'еры новой программы у Гомельскім дзержавным цырку прайшла пресс-конферэнце з удзелам ведучых артыстаў. Гастролі протягнуться до 3-го червеня і закрыюць гэты цырковы сізон. Праграма складаецца з двюх часток – фізкультурно-спартывныя і нумары з удзелам «Жывёл». Глядачоў чакаюць выступлэнні гімнастаў, трукі еквілібрыста і силавых жанхлёров. Разам з дрэсіроўщакамі на арэне з'явіцца яноты, насухі, сабаки, коні і малпы акрабаты. Цвік программы – аттракційоны з удзелам морскіх львов і мядведзеў. Прадставніца вядомаецца цырковы дэнасты Людміла Чугунова будзе выступаць разам з пяцю ластанугіми. Глядачы на ласты і гігантскія памеры, гэте живёлы грацэйозныя і шустры. Яны гуляюць з мячом, крутяць абручы, робяць ластывку і послухмяна виконуюць у казанні сваёй наставніцы. Ванька у нас 96-го года рождения. Це найбільшій самец у нас, який приймає участь у нас в програмі. Он глава семейства у нас. Наша единственна мама – це малышка. Приймають участье також две дочки його. Одна постарше, в 11-м году родилась, і вторая помладше – в 14-м году. Ну і ще одна тож великовозрастна дамочка 97-го года рождения. Атракційон под назвом «Їхали мядведи» проставять Вольга і Віктор Кудрауцевы. Под час уникального номера косолапые артисты будуть ловить кольца, перодольвать пирожкоды і раз'їжджать на манежі на велосипедах, мотоциклах і автомобілі. У нас медведи на всім катаються. Чем катаються люди, на тому катаються і медведи. І все це, наверное, і відвічає наш аттракційон от других. Ми в своє время ушли от таких, скажем, трюковых, ну, когда медведь там сам что-то должен делать, не знаю, я вообще сама страшно зеленый человек, страшно зеленый, да, і для мене самое главное, щоб не було і вообще никакого, никакого насилия над животными. На протягу сяго представління глядачоу буде веселіць клоун, заслуженый артист Україны Константин Герасименко. Гэты, а так сама інші новіны, ви можете знайсти на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomil.by. Далі у ефірі де-факто і спортивного гляда. Я з вами розвітвуюся. Добрых вам новинок і до нових зустріч у ефірі. Добрых вам новинок. До 18 мая действует запрет на рыбалку с использованием более чем одного крючка. У браконьера в качестве снасти была целая сеть. В нее успела попасть 45 кг рыбы. В связи с запретами ущерб автоматически увеличился шестикратно. Вред составил свыше тысячи базовых величин или в денежном эквиваленте более 26 тысяч белорусских рублей. Данный гражданин задержан работниками РОВД, в настоящее время находится под стражей. В отношении его возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В Будокошелевском районе задержан автомобиль с незаконным грузом. Форд Транзит остановили в деревне Будалюшевская. За рулем находился местный житель 1990 года рождения. В салоне машины обнаружили 800 кг лома черного металла. Сопроводительных документов у водителя не нашлось. На данный момент по факту проводится проверка. В этот же день в Гомеле в районе Центрального рынка оперативники наркоконтроля Центрального РОВД задержали неработающего гомельчанина. Молодой человек при себе имел более килограмма на свае. Некурительное табачное изделие предназначалось для продажи. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи 16.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин или же административный арест на срок до 15 суток. На дорогах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 27 ДТП. В одном из случаев пострадал пешеход. Произошло это вчера около 9 вечера в Гомеле 22-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Астра» на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Владимирова сбил пожилую женщину. Пострадавшую с травмами увезли в больницу. Таков обзор криминальных новостей и происшествий к этому часу. Берегите себя и своих родных. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. До встречи в эфире. Гомельская команда ВРЗ повела в четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу против Микошевичского гранита. Первая игра противостояния состоялась в Гомеле. Голевой феерии, как в Микошевичах, в заключительном туре регулярки гомельские болельщики не увидели. Тогда, напомню, ВРЗ победил 10-3. И неудивительно, игры на вылет – это другое дело. Хозяева явно были нацелены на быстрый гол. С первых мгновений они взяли игру под свой контроль и начали осаждать ворота соперника. И без мяча вагоностроители вели себя очень активно. Выход из собственной зоны для игроков гранита порой становился проблемой. Правда, и гостям, внимательно игравшим в обороне, иногда удавалось подловить увлекшегося атаками соперника на контур-выпадах. В итоге напор ВРЗ принес плоды. Количество переросло в качество на 14-й минуте. Евгений Клочко со второй попытки смог открыть счет. Спустя еще две минуты Вячеслав Григорьев, колотив мяч в сетку ворот гранита, удвоил преимущество. На перерыв хозяева ушли, ведя в счете 2-0. Во втором тайме игра выровнялась. Хозяева немного сбавили атакующий напор и начали действовать по счету. И у гостей стало появляться больше моментов. Правда, вагоностроители у своих ворот действовали внимательно. И до серьезных опасностей дело не доходило. На 38-й минуте трибуны вздохнули с облегчением. Евгений Рогачев, оставив неудел защитника, отправил мяч в угол ворот гранита и минимизировал шансы на нервную концовку. Отыграть хотя бы один гол в оставшееся время гостям не удалось. 3-0 победа ВРЗ. Ответная встреча состоится 7 мая в Пинске. В первом тайме был прессинг, два забили. Немножко психологически, наверное, где-то так успокоились. Ждали уже ихние ошибки. А так, в принципе, считаю, сыграли идеально. Практически не дали моментов никаких создать. Моменты были, но это для мини-футбола нормальный. Еще один гомельский коллектив БЧ уступил на выезде столицы на голы Бета. И Михаила Грицына из железнодорожники ответили точным ударом Никиты Андреевского. Еще в двух парах для выявления победителя основного времени матча не хватило. Лицельмаш обыграл Дорожник, трижды забив в овертайме. Форте был сильнее Витена в серии пенальти. Вторые поединки четвертьфинальной серии до двух побед одной из команд состоятся 7 мая. Гомельские бойцы завоевали награды открытого первенства и чемпионата Японии по кёкушинкан каратэ-до. Сергей Мартюхин стал лучшим в категории ветерана в весе свыше 75 килограммов. Екатерина Юшкевич победила в состязаниях юниоров в категории до 60 килограммов. Радамир Агеев завоевал бронзу в турнире мужчин в весе до 65 килограммов. Все спортсмены – воспитанники Гомельского центра восточных единоборств. Гомельчанка Анна Шитова стала победительницей турнира по кикбоксингу G-Pro 27, который проходил в российском Калининграде. Воспитанница Гомельской из Дюшор номер один БФСО «Динамо» единогласным решением судей была сильнее россиянки Ксении Морозовой. На турнире также выступили еще два белоруса. Игорь Комков одолел иранца Шахроха Багири, а Павел Ванькович уступил россиянину Дмитрию Арбузову. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».